МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После рассмотрения вопросов повестки дня, исполняющая обязанности родинского городского головы Екатерина Андриченко отметила, что неоднократно жители обращались в горсовет по вопросу децентрализации и присоединения города к Покровску. Именно поэтому на сессию снова были приглашены активисты города с целью обсуждения наболевшего вопроса. Это предложение было поддержано и жителями, и депутатами, после чего активные горожане, пришедшие на сессию, отправились в Покровскую мэрию. Основная цель визита, по словам людей, получить объяснение от Покровского городского головы, почему игнорируется решение родинцев о присоединении к территориальной громаде с центром в Покровске. Древушкин! 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 Давай выходи! Со стороны Покровских городских властей мы, жители города Родинска, неоднократно слышали про цветание и развитие города Родинска только при объединении громад, то бишь с Покровском. На данном этапе этот вопрос почему-то заглох. Хотелось бы узнать от тех людей, которые обещали нам объединение, неоднократно проводили митинги на Родинской, раскололи жителей города на два лагеря. Но в основном жители города Родинска хотят объединения с Покровским. Хотелось бы узнать, почему этот вопрос до сих пор в подвешенном состоянии. Почему сейчас сложились так обстоятельства, что мы все за, никогда мы не были против, мы всегда были только за Покровск. Почему сейчас нас игнорируют непонятные, даже выслушать не хотят. Хотелось бы, чтобы нас услышали и объяснили, почему, причину, почему. И все, больше ничего. На днях я бачила, как распределяли бюджет. По телевизору, да? На Шевченко выделили тысячу, там, чем миллион двести, да? А депутат уставил и сказал, а в чём справа? А Родинская, что, не выделят деньги? Как, нет, ответили, как? Что Шевченкову выделили деньги из бюджета, как в будущей громаде. А мы, Родинская, что, никуда нет? Нам не надо, получается. Мы хотим, чтобы нас взяли в город Покровск. Мы тут всё знаем. Это наш родный город. А что нас не хотят брать сюда, неизвестно. Напомним, вопрос объединения громад уже не первый месяц будоражит весь Покровский район. Жители Родинского единогласно проголосовали за объединение с Покровском. Однако, никаких действий со стороны властей города не последовало. Именно поэтому недовольные такой политикой мэра Покровска Родинцы решили пообщаться с ним лично. Митингующие высказали своё отношение к политике Руслана Требушкина, призывали его выйти и дать ответы на интересующие их вопросы. В надежде на конструктивный диалог Родинцы, а также поддерживающие их покровчане и жители Мирнограда, у стен мэрии ожидали общения с чиновниками Покровска. Требушкин! 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 Выходите, послушайте нас! Мэр игнорирует, заявки игнорирует, приглашения игнорирует, ответы на наши заявки с города Родинского нас игнорируют. Ну, вот как-то спонтанно люди собрались сюда приехать. Ну, я вам скажу со своей стороны. Я прекрасно понимаю, почему это всё происходит. Первоначально мэр хотел, конечно, нас взять, а сейчас понимаю, почему не хочет. Потому что в Родинском пилить бюджет нереально. Ну, то есть в Родинском не дают откатов. В Родинском то, что деньги попадают в сам город, они непосредственно направляются на город. Вот бюджет прошлого года города Родинского был миллион семьсот тысяч. Бюджет Красноармейска был девятьсот шестьдесят миллионов. В пятьсот шестьдесят пять раз, я вот почитал, пятьсот шестьдесят пять раз больше, чем на Родинской. И давайте зайдем на Родинскую, посмотрим. Мы в Красноармейске. У нас отремонтировано два парка. У нас чисто, у нас аккуратно, у нас подрезается, у нас заборчики ставятся, лавочки, парки, качели и тому подобное. Покажите мне в пятьсот шестьдесят пять раз больше сделанного в городе Красноармейске. Нема этого. Потому что здесь всё пилится, просто пилится. Вот тут буквально недавно Руслан Валерьевич рассказывал, как он и его команда тут в город Родинское вложили сорок миллионов. Да, они куда-то потратили сорок миллионов. То есть это на садики и на школы. Ни один садик, ни одна школа не доведен до ума. Всё, штукатурка, которая ложилась в конце прошлого года, и за что, уже заплачены деньги? Всё, она уже осыпалась. Вы можете заехать, посмотреть. Они же даже уже не красят садики, потому что штукатурка осыпается. А деньги проплачены были ещё в том году. То же самое по школам. Окна поменяли, туалеты поменяли, это поменяли. Ну, парадокс. Вот родители собирают деньги на то, чтобы родители откосы доделывали, хотя это всё входило в смету. На туалеты выделено по 200 тысяч. Вы представляете, туалет за 200 тысяч. Ну, там стоит три унитаза, одна раковина. 200 тысяч гривен стоит. Ну, унитаз стоит тысячу гривен. Но самое смешное то, что ровно через месяц было выделено ещё 40 тысяч на текущий ремонт, опять же, этих туалетов. Ну, бред. Вот. Возьмём дороги. Ну, сравним здесь и на Родинской. У нас дороги намного лучше. Хотя здесь потрачено было 42 миллиона на ямочный ремонт. Вы представляете, 42. На весь Киев было потрачено в том году 40 миллионов на ямочный ремонт. И на маленький Красноармейск 42. Ну, и дорог же ж нет. Вы же посмотрите по городу. Вопросов много, но городская власть, в том числе первое лицо Руслан Валерьевич, игнорирует нас. Он не хочет общаться с народом. Более 200 митингующих у стен мэрии выражали недовольство, нещадная пиловка деревьев, возмущались некачественными ремонтами в детских садах и школах, аварийным состоянием дорог, пылью, которая после посыпки доминым шлаком до сих пор стоит в воздухе. Негодовали жителей по поводу коррупции во всех сферах жизнедеятельности Покровска, что подтверждает огромное количество уголовных дел против чиновников города. Жители города Родицка обращаются к мэру города Красномерска Руслану Родичу Требушкину по поводу происходящих в нашем городе событий, по поводу децентрализации власти, по поводу некачественных ремонтов в школах, в садиках и тому подобное. Жители хотят, чтобы он нам объяснил, что происходит в нашем городе, почему так, почему не по-другому, почему люди не могут контролировать процесс происходящий, затраты государственных денег, бюджетных. Мы готовы создать институтную группу по поводу проверки и контроля потраченных денег с городского бюджета. Тратятся большие колоссальные суммы денег на ремонты. Ремонта мы этих не видим. У нас были открыты крыши и в здании нашей поликлиники, и в детских садах и тому подобное. Некачественные дороги. Все, что делается, у нас единственное, что делается, это выделяются деньги на УСНД. И то непонятно, откуда они берутся и какое количество этих денег проходит по нашему городу. Поэтому мы хотели бы от него это услышать, но, как видим, он к нам не желает с нами общаться. Наверное, он знает, что нам нечего сказать ему, поэтому он, наверное, и не выходит. Дороги города Покровска в ужасном состоянии. Данное состояние дорог опасно для жизни. Хотелось бы узнать, ну так было озвучено, что где-то 42 миллиона гривен на ремонт дорог. Было, в прошлом году было, видимые ремонты. В этом году дорог по Красноармейску и по Родинску нет. Пользуясь случаем, я хочу спросить у городских властей, когда будут дороги в нормальном состоянии. На протяжении часа собравшиеся жители ожидали покровских чиновников. Но к громаде никто так и не вышел. Они говорят каждый раз, что его нет на рабочем месте, все что угодно, но только не выйти, пообщаться просто с людьми. Есть замы, которые должны выйти и решить проблему, которую мы сюда вынесли. Если у него какие-то личные амбиции с кем-то, то при чем здесь люди города? Люди страдают, почему? Им не интересен город Родинская в составе такой власти, которая будет их контролировать, каждый их шаг и каждую их гривну, которую они вложат в наш город. Вот и все. И жители города очень обижены на тот момент, где выделили 3 миллиона в поселок Шевченко. Город Родинской остался с нулями. За такой колоссальный бюджет, я считаю, что не только Покровск можно привезти и прилежающие города, которые принадлежат тому району, можно было сделать просто их красивыми, с хорошими дорогами, с нормальными ремонтами дошкольных учреждений, с нормальным отоплением. Они с этим отоплением, с этими котельными, которые до сих пор не запущены. Люди возмещены происходящим, так как никто не вышел, никто с ними не вступил в диалог, то есть никакого ответа они не услышали. Жители города Родинска, которые раз убеждаются в том, что их не хотят слышать. На примере мы это видим сегодня, но также помимо этого мы видим, что в город Родинска не перечисляются никакие субвенции. Свои проблемы город Родинска привык решать сам. Как вы видите, в городе идут уборочные работы. Даже зиму мы пережили, собственно, своими силами. У нас миллион составляет бюджет нашего города, составляет около двух миллионов, на что в Покровске он идет под миллиард. И, как вы видите, разница колоссальная, но в то же время, если сравнить город Родинска и город Покровске, думаю, мы ничем не хуже. Город развивается, город убирается, в городе чистятся парки, скверы, убирается кладбище, вводятся всякие новшества, то есть город живет. Люди разошлись, возмущаясь и обсуждая между собой, что, видимо, мнение простых родинцев для властей Покровска не имеет значения. А еще, говорят, остался неприятный осадок от того, что такое отношение со стороны покровских властей, которым они так хотят присоединиться, может до конца разрушить позитивное отношение к Покровску. Субтитры создавал DimaTorzok